Привет, друзья! С вами опять я, Вероника Зубко, и сегодня мы поговорим про новые вещи современного искусства в интерьере. На самом деле это обычные новые вещи. Мы поговорим про фактуры, я их называю современным искусством, потому что на самом деле сделать какой-то классный стол из того же дерева, я считаю, поистине искусством. Поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем нашу третью лекцию. Тут у нас еще один слайд про знакомство, но мы с вами уже познакомились, поэтому, наверное, мы пропустим. Я еще раз вам хочу напомнить о том, что эклектика – это стиль, который подходит каждому человеку. Поэтому, чтобы создать такой стиль, вам всего-то и нужно, что в соотношении вот в таком, привести себе домой какие-то вещи. Мы поговорили уже про ретро, мы поговорили про предметный дизайн. Сейчас мы поговорим про вещи новые, которых должно быть, кстати, видите, 40%. То есть очень много вещей должно у вас быть новые. И хендмейт 20% тоже должно у вас находиться. Итак, поехали. Что же такое новые вещи? Это вещи не обязательно... То есть когда я говорю, подразумеваю новые вещи, это не означает, что вы не можете купить вещь БУ, она тоже будет новой. Вот такой вот конфуз, потому что новые вещи те, что были недавно изготовлены и изготовлены в какой-то необыкновенный способ, например. Сейчас в тренде такие, знаете, лаконичные, четкие формы, простота дизайна. И также в большом количестве сейчас все используют металл, дерево, камень натуральный. Это приближает нас, с одной стороны, к природе, к честности, к открытости. Я бы сказала, даже к Азии. Потому что именно в Азии это популярно. А именно популярно то, что они используют только природные материалы и считают это красивым. Я тоже так считаю, если что. Вы напишите, пожалуйста, тоже ли вы так думаете. Вот смотрите, какие интересные. Можно сделать вещи, используя только дерево и металл. Особенно мне нравится с правой стороны такой стол, очень необычной формы. Напоминает стул Василий. Василий Чьер, мы про него говорили в предметном дизайне. Это стул, который был создан Марселем Бройером для того, чтобы... И он вдохновился велосипедным рулем, вот этими изгибами, линиями железными, вот из хрома, да. Поэтому такие вот истории. Мне очень нравятся вот эти вещи. Это хей с правой стороны столик. Поднос интересно снимается, да. Тут пастельные цвета. Красные, вот оранжевые такие оттенки. Мне нравится сочетание того, что можно как трансформеры, да, использовать что-то, менять. Это очень-очень здорово. Обращайте внимание на детали. Вот тут, например, классные с левой стороны на нашем столике. Такие маленькие латунные наконечники на ножках. Именно они придают такой легкости этому столику. Поэтому обращайте внимание и прорисовки тоже на детали. Вот это такой шкаф в стиле New Memphis. А вы слышали о таком стиле? Это как раз арочность такая. Такая, знаете, как будто вышел этот шкаф из какого-то фильма. Уэса Андерсона или какого-то другого. Тоже очень-очень классные современные новые тенденции. Хочу ваше обратить внимание на сочетание в одном предмете разных текстур дерева, металла и все это разные-разные текстуры. Чем больше текстур, по идее, тем интереснее смотрится предмет. Хотя для любителей минимализма вашему вниманию хочу представить вот такой комод. С левой стороны он у нас на слайде. И тут интересные это ножки. На самом деле комод тоже непростой. Потому что когда вы вынимаете на себя полочки, выезжающие шухлядки, вы сможете заметить, что под углом 45 градусов они скошены таким образом, что вот это все детали на самом деле в новых вещах, которые играют просто очень большое значение играют такие детали. Поэтому очень люблю это выражение, что детали не играют решающие роли, они на самом деле играют все. Они играют всю роль. И не зря, я уже говорила об этом в какой-то из наших лекций, что не зря в Эндхоменской академии дизайна учат, например, крепление. Вот способы крепления столика, ножки к стулу или ножки к столу, они учат от 40 и больше таких вариантов, именно потому что детали имеют значение. Вот, тоже совершенно новое производство, новые формы. Я подобрала вам предметы современного искусства, собственно, новые вещи, различных текстур. Тут у нас используется дерево, с правой стороны это дерево новое, с левой стороны переработанное. И при этом, когда вы сочетаете таких два варианта обработки дерева вместе, это смотрится очень органично. Поэтому, если вы, например, используете какой-то корень из дерева в качестве кофейного столика, то рядышком нужно поставить что-то супер-супер переработанное, чтобы это гармонично смотрелось. Также новыми вещами я бы назвала фарфор современного производства, не только одним мезоном. Мезон – это королевский дом Англии, который создает фарфор. Это считается уже культовой вещью. Если вы погуглите мезон, увидите, что на ebay где-то можно на аукционах купить такие штуки. Они стоят космических денег за единицу. Я бы сказала, что сейчас создают не менее крутые предметы современного искусства. Это керамика, которая доступна как новая роскошь каждому. Обратите внимание на вот это Селэти вместе создала с китайским, не помню, как название этого бренда. Мы создали такие тарелки, они созданы в стиле кинцуги, то есть это как будто склеенные две. Естественно, в данном конкретном случае они не склеены, но это подчеркивает эту древнюю японскую технику, когда мы что-то не склеиваем, вернее не так. Это кинцуги давняя японская техника, которая любит трещинки, которые подчеркивают. То есть нам не нужно скрывать сколы, мы должны их подчеркнуть. То есть мы не должны свои недостатки стесняться, мы должны их подчеркнуть, тогда они станут нашими достоинствами. Так, тут сочетание бетона, который тоже очень популярен до сих пор с деревом. Керамика, которая очень популярна сейчас керамическими. Керамику используют в основном не только для посуды. Керамику используют также для керамических приставных столиков, для плафонов, для третьего света. И мне эта тенденция очень нравится, потому что такие вещи помогут создать интерьер на долгие годы. Вот как говорится, endless interior. Интерьер с бесконечным сроком действия. Вот Аксель Вервуд очень-очень любит использовать именно керамику. И я его понимаю. Вот в продолжении моих слов могу вам сразу иллюстрировать. Керамические столики совершенно разнообразных форм, цвета. Опять-таки это в стиле New Memphis. И с левой стороны, мне кажется, уже просто ставшие культовыми столики из гнутого акрила. Такая история, мне кажется, эти столики, это как бы такой был поворотный момент. Вот когда Альвар Альто начал гнуть свою фанеру для табуретки, мне кажется, что это был поворотный момент в дизайне. То же самое и с гнутым акрилом. Когда люди просто начали использовать простые формы, чтобы подчеркнуть интерьеры. Мне нравятся эти два варианта вместе. Также хочу вам напомнить, что новые вещи могут быть в каких-то... Вот если мы говорим про стекло, то есть я бы хотела разобрать стеклянную тему, потому что знаю, что вы будете рисовать разные текстуры. Кстати, я вам очень по этому поводу завидую. Завидую по тому, что будете рисовать, потому что вы себе оставляете время на это рисование. Это очень-очень круто, потому что заниматься тем, чем вы любите, это великое сейчас дело. Итак, вернемся к нашим вазам, к стеклу. Опять-таки, мне очень нравится с левой стороны ваза, тем, что это ваза-трансформер. Ваза на один цветок переворачиваешь, и становится она таким предметом искусства, и ваза может стать вазой для большого букета. Также трансформеры, вот ты их собираешь сам, у тебя абажуры, как тебе нравится, в какой хочешь виде формы. Тоже чем больше таких вещей, тем интереснее. Вот эта история, это моя любимица. Тут, конечно, цвет, наверное, играет самую большую роль. Если мы говорим, с правой стороны это керамика, с левой стороны это кость, и прямо по центру это бетон. Причем бетон такой хорошо зашкуренный, приятный на ощупь, тактильный. Видите, тут сочетание текстуры и глины. Мне кажется, эта табуретка, она сделана из, я бы сказала, из керамики. Мне кажется, она сделана из глины. Ну, потому что, и потом приобрела определенную форму, и сверху, возможно, то есть, на самом деле, и верхняя часть, и нижняя сделаны из одного материала. Просто мастер этой табуретки придал ей специальной такой шероховатости, внешнего вида, чтобы подчеркнуть рядышком две текстуры. Именно за счет этой верхней шапки она смотрится так. Очень здорово. Такие, кстати, табуретки можно изобразить и поставить. Я бы их ставила в ванную комнату. В какие-то такие вещи, в такие интерьеры, где ты ее не ожидаешь увидеть. Ну, вот с левой стороны, собственно, стоит где-то в спа-центре. И я уверена, что это тоже где-то спа. То есть, такой ванный элемент, какой-то прикроватный столик. Так, металлические предметы, ширмы, столики в сочетании с другими материалами, такими, как стекло и дерево. Мне больше нравилось бы, если бы тут было не стекло, а дерево. Но я не мастер, поэтому мне сложно сказать, что, наверное, мастер думал, что делал. Просто мне такой столик, с левой стороны, напоминает такой советский столик, который ездил, ну, хотя, наверное, имеет право быть, имеет место быть. Возможно, кто-то из вас захочет его изобразить. И мне понравится в вашем скетче он 100%. Итак, поехали дальше. На самом деле, это переработанное стекло. Это не стекло, точнее, а пластик переработанный, из которого сделали вот такие люстры. И справа, с стороны тоже плафон из переработанного пластика. Спорный такой момент. Я еще, у меня не получилось ни в одном интерьере такой применить, хотя хотелось бы, чтобы это было красиво. Как вы думаете? Мне кажется, было бы здорово, такая люстра смотрелась бы в совершенно белом интерьере. Но мне кажется, что делать один предмет, на который ты обращаешь внимание, и для этого сделать весь белый, я так бы не решилась. Потому что мне хочется немножко экспериментировать больше, чем с одной люстрой по центру комнаты. Также, например, люди, когда экспериментируют, кладут какой-то цветной ковер или что-то одно акцентное в целой такой базовой квартире. Я так делать не рекомендую, потому что человеку и любому нужна ритмика, да? Нужна ритмика в движении глаз в том числе. Поэтому я бы, конечно, кроме этой люстры, если бы сделала, сделала бы какую-то картинную галерею. Тогда бы было лучше. Такие необычные формы, необычные торцы, да? Если мы здесь опять к сочетанию разного вида материалов, я думаю, что с правой стороны тоже не стекло, хотя может быть, я думаю, что тоже все пластик, потому что сейчас практически даже зеркала делают не из зеркала, а из пластика. Специально существуют целые институты, которые разрабатывают новые материалы для того, чтобы сделать какие-то современные супервещи. Глина, керамика по-прежнему суперактуальна. Железо гнутое, негнутое. Вот это вообще потрясающе. Мне кажется, супердорогие предметы современного искусства. Но я вам все это показала, потому что я уверена, что мы можем найти аналоги просто в инстаграм, похожие, потому что сейчас людей очень много талантливых. Вот моя любимая, это, по-моему, Якуша, это печенье называется с левой стороны. Комода и такое же печенье, стульчик. Не знаю, насколько он удобен. Я бы, например, из шести стульчиков один бы сделала, купила бы такой. И тогда можно совместить удобство с красотой. Совершенно потрясающий интерьер в стиле как раз Акселя Вервута. Очень нравится и скульптуры, и вот керамическая небольшая лампа. Мне кажется, свет, когда падает на такую текстуру, он становится совершенно, играет по-новому. В общем, друзья, вы увидели предметы современного искусства, новые предметы, которые должны быть в вашем пространстве 40%. Вы представляете, сколько можно... То есть каждый предмет может стать предметом искусства в вашем доме для того, чтобы создать ту самую эклектику, о которой я вам говорю, тот самый неповторимый стиль, тот самый ваш дом, который будет уютным. Обнимаю вас и до новых встреч на следующей лекции. Продолжение следует...